Межвузовский конкурс «Грация и красоты. Королева весна» организуется Белорусским Республиканским Союзом Молодежи. Каждый год он проводится в различных вузах страны, где отбираются самые достойные девушки. 2 марта самую обаятельную, красивую и артистичную студентку выбирали в Полесском государственном университете. Конкурс, конечно, вызывает очень большой интерес среди студенческой молодежи, так как это, безусловно, эмоциональное, яркое событие. Выбирают самую харизматичную, самую талантливую, самую красивую девушку университета. Сегодня проходит вузовский этап, но также будет областной, республиканский и международный. Участие в конкурсе приняли 8 девушек. Все они студентки разных факультетов. Однако цель у всех была одна – покорить жюри и зрителей. Выявить самую красивую, самую обаятельную, интеллектуальную, самую красивую девушку университета, которая должна также обладать талантом, проявить себя как творческая личность, показать умение держаться на сцене, понравиться жюри. И этот год будет особенным, так как все участницы талантливы и каждая из них достойна победы. Участницам предстояли испытания в различных конкурсах. Это дефиле, демонстрация, коллекция одежды, интеллектуальный и творческий конкурс. Главная отличительная особенность студенческого проекта – творческая составляющая. Девушкам необходимо было покорить всех присутствующих умением держаться на сцене. В этом году интересные творческие номера будут представлены и жанры художественного чтения, оригинальный жанр. Девушки будут также танцевать, петь. Поэтому программа очень насыщенная и интересная. В перерывах между конкурсами перед зрителями выступали творческие коллективы Полесского государственного университета. По итогам всех конкурсов и испытаний по решению жюри победительницы конкурса «Королева весна-2017» была названа студентка биотехнологического факультета Светлана Андрушойть. Кто из северно известных женщин является для тебя примером, чьей судьбой ты восхищаешься и с кого берешь пример? Конечно же, примером для меня является моя мама. Но из северно известных женщин я бы хотела назвать Анжелину Жоли, так как она на протяжении многих лет занимается благотворительностью, жертвует деньги больным и открывает школы для детей в отдаленных точках мира. Также она является многодетной мамой, у нее шесть детей, трое из которых приемные. Звание первого вице-мисс была удостоена студентка факультета банковского отдела Виктория Шатила. Победительницы представят Полесский государственный университет на болсном этапе конкурса.